Первую потерю уже по дороге на свой остров. Острова нехотя приоткрывают свои тайны. Что это? Девчонки, девчонки, посмотри! На самый крайний случай на острове есть камень желаний. Но каждое желание здесь будет дорого стоить. Поражения в очередном испытании обходятся еще дороже. Проигравшие племя должны решить, кто должен уехать домой. КОНЕЦ КОНЕЦ Подъем, я говорю. Пора вставать. КОНЕЦ Жизнь надо. За еду отправляться. Народ сейчас оголодает. Крабов в окрестностях все меньше и меньше. На самом деле безумно хочется есть. Это где-то, наверное, первый, на второй, на третий день. Наступает вопрос. Кажется, что ты сейчас вот еще чуть-чуть и все. Дойдешь до точки. КОНЕЦ Это вроде все. И как скорпионы не попадаются что-то. КОНЕЦ 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 О, какая лапочка. Вчера кто-то ел же. Да, Александр Владимирович ел сырую. Значит, пойдет. Даже жалко. Краб бросает. Не помять. Срочно. Сам бы ел. Но ребята надо оставить. Смотрю на них и на самом деле что-то как-то... Да я вообще давно перестал по жизни суетиться, дергаться как-то так. Как-то так. Пришел я к такому спокойствию. Я вижу, конечно, что уже тяготится обстановкой Влад Сташевский. Он не приспособлен. Он очень такой интеллигент, рафинированный юноша. Он не приспособлен к этим суровым условиям. Я думал, что, кстати, и Макс, и Кирилл тоже не приспособлен. Но, оказывается, они прекрасно от всего нофига. Поголодать нам придется пока. Вот эти уки, мой хороший, гуляет. Мне ничего не говорится. Ладно, смотри, это уки. Не цепляется. Не цепляется. Ах! Ты что ж ты такой вредный? Ну, хороший. Ты все отличный прыг. На ларбуде. Эта карта поможет вам найти путь к острову далекого водопада. Ведь запасы пресной воды скоро иссякнут. Возвращайтесь в Карелии! А я, кстати, есть уже хочу. Да, я тут вдруг подумала, что я есть хочу. Я с утра только кусок кокоса съела и все. Я еще пару-тройку дней протяну абсолютно точно. Единственное, что будут силы кончаться физически. То есть я как спортсменка это знаю. То есть вот физически будут сейчас все очень быстро уставать. То есть что-то по делу, надо будет лежать. Что-то по делу, во-первых, это отсутствие глюкозы, то, что вот поддерживает. Не хватает, конечно, именно глюкозы, сахара. Очень жалко, что здесь не растет сахарный тростник. То есть это было бы спасением. Так, внизу какая-то хрень, жиротва какая-то лежит. Похоже на хурму нашу, да? Не, не вкусно. Не вкусно? Не, не вкусно вообще. Ну, в принципе, все держатся. Ну, пытаются держаться, скажем так. Единственное, что если не будет еще воды, то это будет очень тяжело. Вода нужна обязательно. Нет ничего замечательного, падающего воды, горящего костра и работающего человека. Да, да, да. Слушай. Нет, там просто вода, и она обваливается неудобно. Не пресная ли она? Не, не, не может она. Нет. Ну-ка, ребята, осмотрите, вот там вода. Просто если там больше сыпется сразу, давайте вставим, и потом попробуем его садить. Вот, беру воду, да? Вот, вода. Петя, Николай Николаевич. Да пресная же я. Дедочком станет. Да, да, да. Но пресная. Пресная. Попасть что-нибудь, что-нибудь угадать. Пресная. Дедочком станет. Дедочком станет. Ай, мама. Все ноги, у меня и так все ноги по кошке. А-а-а. Сейчас этим хватит. На велику. Охренеть, может, слушай, за секунду вообще так больно. А-а-а. Ой. Главное, чесать нельзя. Для зрителя, может быть, мы будем подразделяться на звезды и не звезды. А то, что здесь мы делим один кусок кокоса на 10 человек. Наверх, посмотри, это бананы. А-а-а. Вот, бананы. Банананы. Красные. Стой, стой. Почему маленькие? Такие. Маленькие. Мне как-то вкуснее. Ну, какая домашняя. Нужно жрать все, что ли, все. Вот, вот. Ужинаем сегодня бананами. Наконец-то. Картошку принесем домой, добытчицы. Мы расхотяем его в бурлоне просто. Спитами. Раз. Раз. Что должно упасть? Или банан, или дерево? Ага. Хрена лысого. Она очень крепко держится. Вот так, видите, кочей у вас в этой стороне. Сейчас и рухнет. Варвара. Варвара. А что делать? Секурить-кучится. Так. Сейчас я платок принесу. Да ладно. Самое главное нам это все донести. Давай, тыкачь на голову. Только стой. Тогда тебе как-то, мать, придется понести эту хрень одной. Это, посмотрите, получится у тебя. Ну, вообще ничего не захочешь. И бананов. И воды. Слушай, я отсюда точно сейчас грохну. Ты на бутылку, я пожелаю. Позвать меня сам. Мы на бананах раздуемся, знаешь как. И омлет из бананов. И запеканку из бананов. Ну, если сравнивать с первым днем, да, все-таки более дружные уже. Уже не так косо смотрят друг на друга. Ну, то есть я имею в виду звезды, да, и обычные, скажем, там, девчонки. То ли голод это, то ли вот желание уже какого-то комфорта. Там, типа, какой-то, да, воды пресной, достаточного количества. Ну, скорее всего, наверное, все-таки голод. Мало того, что грязи по колену. Там остров, он вообще по-другому. Там все в джунглях, вот в таких вот. Там в 10-метровых деревьях. Она говорит, подними голову. Я понимаю, чего она говорит. Бананы. Я чуть-чуть, по-моему, в морг не упала. Мы за ними прыгать не получаются. И мы завалили деревья. Бананы? Да. А что это зовут? А вот это варить в соленой воде. Это что? Это в соленой воде варить, получается, как картошка с огурцом. Это для меня. Это на том острове все. Вернем в спальню? Ой, как сейчас. Классно. Слушайте, ну, мы будем туда не только за водой, но и на голову. Ой, девочки, как мы это все несли на голове. Так, как воду тащит, Марин? А, ну, Жан, давай, пожалуйста. Девчонки, надо в четвером. Тут вода. Какой-то сюда пьет. Даже ведущий нам улыбается сегодня. Приятно. Доброе утро. Доброе. Приз за сегодняшнее испытание очень дорогой. Что, торт, что ли? Это визит нежданного гостя. Вот там стоит лодка рыбацкая. Рыбаки встали гораздо раньше вас и наловили то, что находится вот на этих больших столах. Ваша задача разобрать вот этот улог. Крупную к крупной рыбе, среднюю к средней, мелкую к мелкой, осьминоги к осьминогам. Победит то племя, которое это сделает первым. Вас 10, скорпионов 8. Вы должны двух человек из племени убрать. Вон ту самую большую уберите. Она больше всех съестит. Сейчас пусть она сметет все. Выбрали кто? Маша и Аня. Ну, хорошо. Раз, два, три, четыре. Если победим сегодня скорпионы, значит, победим на ужин макароны. Ну, настроение хорошее, боевое. Да. Начали. Нет! Ура! Пусть, пучка, не толкаемся. Так, осьминога. Давай, руль, давай. Юль, мы собираем мелко? Да. Давай, давай. Везде клади. Я понял. Вон, еще бери, там, где большие кучи. Давай, с мусликом. Нет, с мусликом. Успокойся, я тебя. Нет, просто мы никуда кладем. Ничего страшного. Я по росту кладу. Держи. Кош, дай мне скат. Давай, я пока понес. Фу! Давай, клади. Там бери, неси, не отпускаю. Сказали, чтобы это не падало на землю. Давай, не пойдем. Осьминогов собирать. Большая. Большая. Это большая. Вот это два, большая. В углах, лежащие. Еще осьминог здесь. Одесский привоз, короче. Собирайте в один угол. Сгребайте. Елка, собирай туда. А скат тут, может? На сведенье. Черт, когда кто-то что-то закончит, помогайте мне. По углам, по углам, по углам. Девочки, выберите. Давай. Два угла делаем. Давай, собираем. Все, собираем. Это кальмар, кальмар. Ребята, есть маза, мы уже закончили. Быстро, быстро. Все, пошли. Пошли на место. Встали, встали. Все. Игуаны первые. Так я вас поздравляю, вы победили. А у них осьминоги развалились. А у вас скаты развалились. А мы зато мальчики. Как я уже говорил, приз сегодня – это визит нежданного гостя. Скажу больше, гость появится и в том, и в другом племени. Племя Игуан выиграло, поэтому оно имеет право выбора. Племя Скорпионов получит то, что останется. Это сытость и определенность и некая возможность морального удовлетворения. Итак, ваш выбор. Давайте голосовать. Давайте голосовать. Кто за сытость? Сытость. Сытость и определенность. Сытость? Никакой романтики. А нам романтика. Это господин Банчи. Он будет ловить нам рыб. Ось, Голуба. Я вам. Он вам покажет, как найти еду на острове и вообще сделает вашу жизнь более комфортной. Обеспечен. Моральное удовлетворение. Крова. Этот человек на острове вашу проблему с едой явно не решит. Скорее наоборот. Сергей, это другое племя. Вам туда. Серега за Димку держался, а Юлька теперь хочет за Серегу. Игуаны забирают господина Банти, который сделает их жизнь на острове более комфортной. Скорпиона забирают господина Крылова. И в качестве посетительного приза они могут забрать рыбы столько, сколько могут унести в своих руках. Забирайте. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Вы нахапали. От жадности. Все, не, черки. Пока. Девочки, мы опять выиграли. Раз. У-у-у, ребята. Слушай, вот тебя нам не хватало, а, друг? Вот так вот, девочки. А мы, право. У нас в Бонте он мастер-поразводный паспорт. У нас в Бонте. What's your name? Лика. Лика. Лика, good. Your name? Джана. Джана. Марина. Марина, good, Марина. Okay, look, no, you can. I can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait. Thank you. What's your job? Ты представляешь, а мы мучаемся. Когда он взял в руки мачете и начал здесь все рубить вокруг, с такой скоростью немоверной, кокосы разбивать на лету то, что мы делали один кокос за полдня, то, в общем, конечно, это нас привело в такой неописуемый восторг. Ча, Ча, Ча. What's your name again? Катя. Катя. You love me, Катя. No, it's not for you. You love me, my missy. I love you. I love you so much. Так вкусно, девчонки. Вообще сладко. У меня тут еще местная Виагра. Класс, да? Пойдемте, девчонки. Может, я вам родил? Главное уходить на первое время. На первое время хватит, теперь будем ходить. Мы же знаем, что сладкое у нас тут есть. Ну, все, иди сюда. Компотик сварим. Нормально? Одной рукой. Одной рукой, с одного удара. А тут корячимся по три часа. Смотри. Пусть он нам рыбу поймает. Вот, видишь, этот скот, который пророщен, его внутри. Вот, может быть. Который пророщен, он, видишь, какой? Угу. Сладкая вата. Сахарная вата, как в цирке. Благо, не там розы. Баунти. Баунти. Я бы увидел их на конкурсе, да. Сначала увидел радость. Но потом я посмотрел, что это радость проработанных людей, потому что то, что с ними сделала природа за три дня, они же, в общем-то, превратились настоящих приматов. Напряги? Не, не напряги, просто... Вот у меня сейчас четкая антисанитария, понимаешь, в голове. Тут еще, старик, мы тут такое ожирение, что об антисанитарии речи быть не может просто, старик. Ну, вот, а по тебе просто говоришь, какой-то тачан, это что, как называется? Это крышка только антисанитарная, а все остальное. Не, не. На нем же готовятся, да. Вот, поэтому, конечно, я смотрю на них, как на группу сумасшедших людей, потому что здравоохранительный человек, живущий в 21 веке, никогда, в общем-то, в состоянии комфорта не будет принимать такую пищу и в таких антисанитарных условиях. И кастрюля-то не кастрюля, это чан какой-то. Ух, а, значит. Ну, может, в принципе, не есть. Ну, да, я буду, нет, по крайней мере, в случае необходимости. Я пока не хочу. Где ты находишься? Я понимаю, что если бы я увидел через две недели, я бы, наверное, увидел людей, совершенно отвыкших от цивилизации. Кокосовик все оттуда позбивали, потому что иначе они могли упасть и пришибить. Кокосовик – это смертельная орудия. Он же так вот упадет, если поговорят, то просто трепет. Кто-то может посмотреть так? Ну и что? Знал, куда едешь. Ну, куда? Я знал, куда еду. В западной полушарии. Больше ничего не знал. Юка. Юка, 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 юка. Ага, окей, окей. Юка? Ммм. Твою юка. Аааа. Юка, юка. Это как паутат. Это паутат. Это паутат? Нет, это юка. Это юка. Юка. Угу. А мы ходили вокруг. Вот так вот. И не подозревали, что под нашими ногами целый склад. Овощная база. Овощная база под ногой. You love plenty, man. No! Love me, man. А, Юка. Я юка. А, юмин. Next one? Yes. Next one? Да. Давай, не отвлекайся, парень. Об этом. Окей. Мы тебя выиграли сегодня. Прикольный, хороший такой, смешной. Мне почему-то скажут, что он все понимает по-русски. У меня есть такое ощущение. Каша. Ку-хан. А, окей. Yeah. Not Kasha. Kasha. Угу. It's not for you. Good for you. Good, Kasha love, Kasha love. Good, good, Kasha love. Hey, Kasha. You, Kasha, how are you? You can go. Okay? Мы нашли желтые бананы, которые росли практически рядом с нами, с нашим домом. И, как Катя говорит, мы, видимо, постоянно бились об него головой, не замечая это банановое дерево. Отодвигали и шли дальше. Наконец-то мы сегодня увидели, где оно растет, поэтому не нужно ехать на соседний остров к водопаду за бананами, тем более здесь даже есть желтый. И мы нашли вот этот листик, который я в руках сейчас держу, жую. Из этих листьев мы будем заваривать чай. Мы чай добыли? Чай. Бананы он нашел, оказывается, у нас растут на осень и бананы. И в которых мы все время ходим. You want one? Да? Да. Ну, чего себе. Потом вот этот он принес кокосу, спокойно. Ты посмотри, что там внутри. Это на кокос не похоже. Да, это на вата, да? Это я могу, нет. Нет? Вот так вот. Вот теперь у меня есть пища. Сладенькая. Мы собираемся его использовать по максимуму. Сейчас Лика его пытается уговорить, чтобы он нам приготовил еду. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Может, я хочу более короткий, я не знаю. Пусть у нас нам кокос нарубит и дом сделает. Лучше ничего не надо. Палку, палку, зубину. Кто-нибудь типа овощного врагу. Каша. Выливается. Может, он нам браги сварит. Отлично. И ставьте, ставьте в казан, потому что там... Ну, конечно. Друг, что рыб ловил, а я ловил, и дрова рубил. Это змеет, как наш. А, да, сейчас смотрите, какой из дуру. А просто молока на Лика не надо? Окей. Бердура. Бердуру давай. Бердуру? Кто дура? Там где бердура. В итоге мы все тут на кухне. Хотели парди приструнить. Он нас всех сам приструнил. Быстренько, ты держи это. Ты, стой, здесь. Ты дура. А ты бердура. А ты любимая дура. Не просто дура, а бердура. Ну, ему весело зато. Сол? Шор. Я лежала на боку и проснулась до того, что у меня в ухо, вот в это ушко, капнуло. Распять такие крупные капли воды. Я думала, что все, я тону. У меня все какие-то ощущения были неприятные. И потом я понимаю, что это дождь. И это вообще, конечно, не так. И самое страшное, это было, когда у тотема мы строжили наш символ, нашу победу. И ужасный грохот от грома. Потому что мне казалось, что тотем сейчас попадет в молнии. В общем, мы вспомнили все болитвы, какие знали. Жутко. Просто ужасно. Когда терпению пришел конец, я закрывала глаза и периодически открывала их, смотрела на этого попугая деревянного с надеждой. Не украли ли ли его? Можно уже идти домой. Ну, потому что, конечно, пошли. Как в лошке у тебя просто молотком. А дождь надолго? Вон там никакого просветления нет. Я думаю, что мы не ели. Прогнозы были оптимистичны. Это все из-за тебя, пингвин. Это пикан, я еще не знаю, кто это. Да, костер будет жалко, но он просто устанет. Я думаю, что нам не достать его второй раз. Даже таких прокладок не осталось, чтобы прожить. Это нужен день примерно, чтобы было только сон. Он был просто постоянно сон, чтобы разжечь у девочек. На самом деле им тяжело. Им тяжело, потому что каждый человек, я так смотрел, у него какая-то своя собственная мотивация, его пребывание здесь. Здесь все серьезные люди. Мне нравится, что Децил держится. Покровский, я так и думал о нем, понимаешь, что у него по-другому не может. Он такой вот жилистый такой. Ему хорошо Николай Астровский играть. Это очень мало осталось наших людях. Это такие люди, на мой взгляд, Максим Покровский. Они ехали на целину, знаешь, да. И кто-то говорил, что они там за деньгами едут. Ну, они ехали за деньгами, но не за этим, в первую очередь. Песня такая, значит. Когда из родной Гаваны отплыл я вдаль. Слышал, да? Лишь ты угадать сумела мою печаль. Луна золотила ясных небес края. И ты вся в слезах шепнула, любовь моя. Где б ты не плавал, всюду к тебе, мой милый. Я прилечу голубкоюсь и за крылой. О, голубка моя, как тебя я люблю. Как ловлю я над рогатом морем дальнюю песню твою. И эх! Пожалуйста. Пожалуйста. Я очень прошу. Вывезьте меня из игры аккуратно, пожалуйста. Мне очень плохо. У меня уже приступы истерики. Пожалуйста. Верните меня домой. Умоляю, очень прошу, ребята. Очень прошу. Помогите. Выведите меня из игры, пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы привезли защитный тотем. Свет, давайте мне уже. Сегодняшнее испытание на тотем, он либо останется в вашем племени, если вы выиграете, либо перейдет к вам. Сегодня у вас дуэль. Дуэль вот на этих гигантских рогатках. Каждое племя должно выбрать двух самых метких стрелков. Ваша задача – поймать шары, пущенные стрелками, вот в эти специальные корзины. Каждая корзина в два участника. 15 шаров у игуан, 15 шаров у скорпиона. Можно ловить любые шары, как того, так и другого племени. Как только 15 шаров племя поймает, можно считать, что испытание будет завершено. По-моему, Юля нервничает. Мне кажется, она не очень хочет, чтобы ее племя сегодня победило. Ну, готовы? И давайте! Очень далеко! Давай! Ну что вы стоите? Куда бежать-то, Сань? Мальчики, не ссорьтесь! Скорпионы первые попадания. Мы же тоже поймали. Огонь! Вау! Вот он, вот он, вот он. Еще один. О! Есть! Есть! У-у-у! Ну вот что, они ловят, а они выходят. Сас, стреляй, продолжай. Сюда, к нам. Лучше бы два шара поймали. Есть! Есть! Браво! Молодцом! Есть! Есть! Давайте! Вау! Приятного! Сколько нужно? Вы никогда не понимаете. Все нужно поймать. Следующий! Он не заметил, чтобы далеко не... Есть! Есть! Ого! Не наш! Есть! Есть! Дай! Убью! Быстрее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ура! Стреляем! Нормально, нормально. Верните шаг. Нет, это не честно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий! Быстрее, быстрее! Вынимать надо! Встречи! Ой! Спасибо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девчонки ловят один за одним. Ребят, что-то пошло чудно. Ура! Есть! Скажите мне, для чего? Для чего они ловят? Кать! Кать! Ну, тряпки! Не забудьте проедать. Я помню. Смотрите, смотрите. Да, да. Не забудьте проедать. Ага. Ну и ну. Впрочем, я ей так сочувствую, что даже готов притвориться, что кое-чего не замечаю. Ну, а видовать! Класс! Ну, орлы! О-о-о! А у вас энергия, я смотрю, просто девать не клянулись. Чуть-чуть повыше, чтобы он падал вот так. У вас траектория неправильная. Надо было ловить, Кать! Есть! Молодцы! Ой, молодцы! С лапочкой. Оп! Есть! Наш! А чего? Все нормально? Так нечестно. Кать, Кача, так идите. Пусть Влад побегает. Ну, зачем? Он утомляется лишний. Николай Николаевич, о! Азарт какой-нибудь. Блин! Спокойный, кот. Ну, вы подхватывайте, если у нас попадает. О-о-о! 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 Секция! Да, азарт какой-нибудь. Могу и нет вообще! О-о-о! Проиграйте. Это все закончится. Все это не проиграют. Это секта. У скорпиона остался один шар. Оигуан два. Это секта. Сепка. Секта. Чуть-чуть, а правильно было как, а? Все уже Еп! Черт Победа Скорпионов! Все, Юль, все Вы победили? Я поздравляю племя Скорпионов Защитный тотем ваш Вы можете прожить в полном составе на острове еще целых три дня Хранить его надо на тотемном столбе И мой вам совет, охраняйте его ночью Если тотем исчезнет, все результаты сегодняшнего дня будут аннулированы Мы так уже сколько суток? Дождей вам, мальчики! Видимо, игуаны знают, что такое ночью охранять тотем Судя по бурной реакции С вами мы сегодня встретимся на совете Победа? Пока! Субтитры под Новым Богом! Победа! Субтитры создавал DimaTorzok Если сейчас перевесят черные камни, племя будет выбирать жертву. Если белые – вождя. И тогда решать, кто сегодня уйдет, придется именно ему. Добрый вечер. Добрый вечер. У вас сегодня первый совет. Но перед началом совета хочу вам объяснить два правила, которые входят непосредственно в совет. Первое – это добровольный уход. Любой может добровольно покинуть остров. Правило номер два. Вы все сделали свой выбор сегодня, проголосовав черными и белыми камнями. Черный камень означает то, что вы готовы принимать решение лично. Белые камни вы выбираете не жертву, а выбираете вождя, который за вас решит, кто покинет остров. У меня тоже есть два камня. Я сейчас покажу, как они действуют. Я могу два раза за всю игру изменить ее ход в корне. Если я пойму, что вы играете нечестно, поступаете несправедливо и неправильно. Кто-нибудь хочет покинуть добровольную игру? Я хочу. А вот этого, по-моему, не ждал никто. Итак, Маша, вы хотите покинуть остров, да? Да. Вы знаете, что все имеет свою цену? Я долго думала, но я считаю, для себя я принимаю сейчас правильное решение. Я назначаю цену за ваш уход. Цена – миллион рублей. Кто будет получать приз, он получит приз на миллион меньше. Только единогласное решение вашего племени может вам помочь уйти. Света, вы готовы пожертвовать миллионом? Если Маша очень надо, да. Аня? Да. Элика? Да, конечно. Марина? Да. Юля? Да. Катя? Нет. 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 Сограна? Нет. Яна? Нет. Катя? Нет. Маша, племя вас не отпускает. Теперь приступаем к голосованию. Вы положили белые камни. Значит, вы должны выбрать вождя. Тот, кто решит за вас. Света, прошу вас. Это Жанна. Мне кажется, она справедливый человек, способный увидеть реальность и почувствовать настроение племени. Я ей доверяю. Я выбрала свету, потому что считаю, что мы сегодня один раз уже выбрали вождя. И перезабирать вождя всего лишь на два часа не имеет смысла. Элика, прошу. Я думаю, что Маша достойна сделать выбор, кто покинет нашу команду, потому что только что я увидела человека, имеющий свое мнение и человек, который может решать самостоятельно свою судьбу. Поэтому я бы хотела, чтобы Маша сделала это. Сегодня с утра племя выбрало вождя. Это Светлана. И я думаю, что такое ответственное решение должна принять именно вождь. Я думаю, что это Света, потому что она очень трезвомыслящий человек, очень добрый. И я надеюсь, что я сделала правильный выбор. Я доверяю Жанне сделать этот нелегкий выбор. Это Света. Катя Семенова. Мне кажется, она очень спокойная и она может принять трезвое, правильное решение. Она была уже избрана. Пусть она уж этот день и закончит. Я доверяю свой голос Свете, так как сегодня она является нашим вождем. Света. Занну. Света. Катя Семенова. Света. Светик. Маша. Света. Света. Жанна. Света. Итак, Света, вы сегодня вождь большинством голосов. Премия выбрала вас. Прошу вас, подойди ко мне. Коль, что вы мне все доверяете, я озвучу имя Юля. Я надеюсь, что я сделала правильный выбор. Некоторым творческим личностям для того, чтобы создать новый продукт, необходим некий экстрим. Этот маленький человечек для того, чтобы творить дальше, нуждается в домашнем тепле, уюте и понимании близких его людям. Я думаю, что, наверное, надо ее отпустить и помочь ей в этом. Думаю, вы со мной согласитесь. Юля, прежде чем затушить ваш факел, я хочу вас спросить, вы сколько раз подходили к камню желания? Я вам помогу, три. Один раз вы озвучили так свое желание. Приезжай и забирай меня отсюда. Насколько я могу вспомнить, мне очень хочется, чтобы сейчас за мной приехал мой принц на белом парусе. Принц на белом парусе? Да, на белом парусе, здесь на коне никак. Возьмите факел. Господин ведущий, я могу попрощаться с своим племенем? Сначала поздоровайтесь со своим мужем. Достаточно. Юль, подойдите, пожалуйста, ко мне. Я гашу ваш факел. Для вас игра закончена. Я хотела бы поблагодарить девчонок. В общем, я буду по вас скучать. До встречи. Я вас очень люблю. Спокойно. Субтитры создавал DimaTorzok Первое желание в племени Игуан исполнилось. Я думаю, эта игра все-таки дает уникальную возможность понять, кто мы есть на самом деле. И что она меня любит. До свидания. Девчонки, мои любимые девчонки, я хочу пожелать вам, о боже мой, наверное, хорошей крышей над головой, чтобы на вас не лил дождь, чтобы вы находили еду. И чтобы в вашей команде Игуана царила настоящая дружеская, хорошая атмосфера. Будьте умницами. Я в вас верю, я за вас болею. Я вас очень люблю. Ваша Юлия. Смотрите следующую серию. Каждая ошибка обходится все дороже. Другая была история. Юля берет самоотвод, а Свету они назначают и как бы Свет убирает меня. А тут неожиданно Маша встала и смешала все карты. Добывать пропитание становится все труднее. Лапки задние, лапки передние. Поиски контакта с местной цивилизацией. Give me some money. Нервы сдают. На острове нужно работать, а не трындеть языком. Ждать осталось недолго. Мне кажется, что очень достойно стать героем Яна из нашей команды. Может быть, она немножечко закрытый человек, но очень целеустремленный человек. Она знает, что она хочет. И еще у нее очень хорошее качество. Она действительно добрая. У нас бывали какие-то небольшие казусы, споры. Это возникало между участниками, между Яной и еще, по-моему, кем-то из наших девчонок. Но это не имеет никакого значения. Я надеюсь, что у нее все получится. Там, кто его знает, посмотрим. Может быть, повезет больше мужчина.